Книга «Открытым оком», 14-й том, тема молитвы, вопрос 2851. «Читаю с детства молитву «Отче наш» и вижу, что заучено, механически шепчу ее, а надели она на меня никак не действует. Где основные места в молитве, на которых я могла бы заострить внимание и начать изменяться?» Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. «Молитва сия не была навязана ученикам Христовым. Они сами напросились на нее» Лука 11, 1-2. Случилось, что когда он в одном месте молился и перестал, один из учеников его сказал ему «Господи, научи нас молиться, как Иоанн научил учеников своих». Он сказал им Матфея 6, 9-13 стихи «Вариант молитвы». «Почти полностью приняты в православии для чтения на благослужении, не считая слов, какие прибавляют священнослужители. Всегда ныне и призна». Стих 9. «Молитесь же так, Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твоем. Бог, сотворивший весь мир, является Отцом всего сущего». Деяние 17, 24. «Бог, сотворивший мир и все, что в нем, Он, будучи Господом, в небо и земли, не в рукотворенных храмах живет. По творению все люди на земле его дети и могут произносить слова сии». Стих 10. «Да придет царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе». Понятие царствия в загробном мире у всех народах разное. «Мы тоже не очень-то много знаем о нем». 1 Коринфянам 2.9. «Ну, как написано, не видел того глаз, не слышала уха и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим его». Но угнетение, несправедливость, болезни, смерть на этой земле заставляют каждого живать лучшего. Это лучшее обещано в потустороннем мире. Откровение 22.17. «И дух, и невеста говорят, прийди, и слышавший да скажет, прийди, жаждущий пусть приходит, и желающий пусть берет в воду жизни даром». Относительно исполнения воли Божьей на земле тут полная неразбериха. Все религии понимают ее, исходя из своих священных книг. А там критерии распознавания воли Божьей разные. Во всяком случае, невозможно найти по житьям святых ни одного монастыря, ни одной обители, где учили бы прямо познавать волю Божью. Учит там познавать желание Авы, слушаться его как Бога, смиряться, не творит своей воле, но на Божью волю послушник, но не Божью волю послушник творит, а волю наставника, старца, кому душа доверилась. А учитель наворачивает такие горы выдумок, лжи и дикого самодольства, что делается сразу же ясно, что Библию там не видели и волю Божью никогда не познавали. Хотя эти слова о воле Божьей говорили много раз каждый день. Стих одиннадцатый. «Хлеб нас насущный, дай нам на сей день». Эти слова произносят все люди, и птицы, и животные. Они ни к чему конкретно не обязывают, ибо просьба не под условие отдачи чего-то. Солом семь семь двадцать пять. «Хлеб ангельский ел человек. Послал он им пищу до сытости». Солом сто сорок шесть девять. «Дает скоту пищу его и птенцам ворона, взывающим к нему. Лука одиннадцать одиннадцать. «Какой из вас отец? Когда сын попросит у него хлеба, подаст ему камень. Или когда попросит рыбы, подаст ему смею вместо рыбы». Стих двенадцатый. «И прости нам, долги наши, как и мы прощаем должникам нашим». Здесь глубокая тайна. «Молитва сия имеет силу лишь тогда, когда человек уверует во Христа. Поверь, что он умер за его грехи». Деянин двадцать восемнадцать. «Открыть глаза им, чтобы они обратились от тьмы к свету, от власти сатаны к Богу. И веруя в меня, получили прощение грехов и жребия освященными». Евреям девять двадцать два. «Без пролития крови не бывает прощения». 1 Иоанна один семь. «Если же ходим во свете, подобно как он во свете, то, имея общение друг с другом, и кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха». Стих тринадцатый. «И не веди нас в искушение, но избавь нас от лукавого, ибо Твое есть царство, и сила, и слава вовеки. Аминь». Здесь только верить в то, что просишь. Никаких обязательств в тобой молитве нет. Чего просим, то в том и должны активно участвовать. «Чтобы не быть искушающими взаимодавца». Сираха 18.23. «Прежде, нежели начнешь молиться, приготовь себя и не будь как человек, искушающий Господа». Опростоволосилась юродивая Русь, блажила с волосами священства и монахов, играла под Самсона, как мухомор под грусть. За стоем келии продымленной пропахла, бесилась жиру, кровью пузырилась, охаивала проповедь и перевод Писания. Столетиями не отделялась примесь, искала мощь моща, усердно их хромсала. Век 21.23. Все те же выдал перлы. Живое слово прячется под спудом. Угрозы Божьи сошлись не к нам же первым. Сбылись над иудеями. И к нам ли не прибудут? Истории еврейских патриотов, мельчавших злобе, вышло к катастрофе. Но если Бог за нас, то кто же будет против? Нас не сожрут безбожники, как жук-картофель. Нам только бы сверяться, углубляться, в библейскую премудрость погружаясь. Континентальные на нас нахлынут стряски. Не наших идолов, а в гневе бьют скрижали. Россия русская, расселась Россия. На пепелище признаки разбит призраки, разбитых колоколин. Остатки вычерпали, сам Господь рассеял. Могучий дуб Бог на лучинке колет. И выход лишь один. Смиренно в плен брести. Сады растить в патриархии чуждой. Смиренным покаянием восстановить престиж, считая проповедь наибольшей нужной. В апостольской живой командировке набраться опыта у ног Христа с конспектом. Не впасть в монашество. Вы хитрые уловки, иначе песенка России будет спета. Когда-то ездра волосы у подчиненных драл. Развод в стране устроил от незаконных свадеб. У нас завали все. Нам нужен клич Аврал. С Христом по силам к жизни жизнь наладить. 2 ноября 2005 года Игнатий Лапкин.